Субтитры создавал DimaTorzok Доброе утро, дорогие телезрители! Наша информационная служба начинает свою работу. В течение двух часов я буду знакомить вас с самыми интересными и заметными событиями московской жизни. Также напоминаю, что у нас в студии работает колл-центр. Вы можете звонить по номеру 363-93-47 и задавать свои вопросы нашим гостям. Тема нашего сегодняшнего утреннего эфира – отдых всей семьёй. Ну, ни для кого не секрет, что отдыхать надо. Причём отдыхать нужно как можно чаще, как говорят специалисты. А вот отдыхать с семьёй – это мало того, что полезно, да ещё необходимо для того, чтобы семья была чем дальше, тем только крепче. Вот об этом речь сегодня и пойдёт. Где можно отдыхать с семьёй? Сколько нужно времени проводить с семьёй на отдыхе? Да, может быть, наши гости сегодня выступят экспертами, либо оппонентами в этом вопросе. Ну, а прежде чем мы начнём разговор в этой студии с нашими гостями, давайте узнаем, что об этом думают москвичи. Сегодня в Москве созданы все условия для семейного отдыха. Узнаем у москвичей. Где они предпочитают гулять со своим ребёнком? В лесу. В каком? В Покровке и в Тимирязевском. Ну, я думаю, в Москве таких нет. Они точно где-то под Москвой. Мы очень любим гулять с детьми в Тимирязевском лесу, потому что там горки замечательные, они катаются на велосипедах, там белочки есть. Лучше всего, естественно, отдыхать в парке. Например, у нас в районе есть парк Покровско-Стрешнево, Коломенское, различные детские площадки, заповедники, в зоопарк сходить с ребёнком очень хорошо. Вот здесь есть центр Метрополис. Мне там нравится. Есть парк Покровско-Стрешнево. Там тоже очень такой воздух свежий. Хороший парк очень. В этой беседе присоединяется следующий гость. Руководитель проекта Атма-Йога Алексей Хохлатов. Доброе утро, Алексей. Доброе утро, Алексей. Доброе утро. Вы, наверное, заговорились в одной гамме сегодня. Доброе утро. Скажите, пожалуйста, вот если говорить о вас как о человеке спортивном, да, ну всё-таки йога, Атма-Йога, это такие вот, такой образ жизни, что ли, когда человек может и поработать, и отдохнуть, ведь это же релаксация своего рода. Вы как часто отдыхаете? 365 раз в году, имея в виду вашу специализацию. 365 раз в день, может быть. Серьёзно? Ну, потому что это же йога. То есть надо уметь работать так, чтобы вот немножко напрягся. Вот какой правильный работник люди находят, да? Да, да, да. Бывает отдых продолжительный месяцами, годами, веками, не знаю, как там ещё бывает. А бывает такой краткосрочный. И какой самый краткосрочный? Вот самое важное, самое важное глубоко расслабиться, отдохнуть. А этому учит йога. Да. А вот вы нас быстренько сейчас просветите так, чтобы просто время программы не сильно занимать. Как себя заставить отдохнуть за две минуты так, чтобы вполне расслабиться? Дыхание. Вздохнуть и не выдыхать. Чем дольше, тем лучше. Ну, тогда смерть. Не, ну, просто пульсация пойдёт. Сама отдохнётся. Ты лучше не пробуй. Вот потом прошибёт. Я тоже, я боюсь. Надо попробовать. А как вы это делаете? А вот так. Так. Ах ты, ёлки-палки, отдохнуть пора. А-а-а, ну и запиши текст-то. А слова те самые? Это русская мантра, да. Врал. Нет, ну, шутки шутками, но тем не менее. А где лучше всего отдыхать, по-вашему? Лучше всего отдыхать где угодно. Только там, где проезжей части поменьше и пыли. Ну, вы предпочитаете. Понятно, что пыли не надо, проезжей части. Вы отдыхаете как-то так на родине. Ну, поближе к природе, конечно. Ну, дача. В замкадов на даче. Или в Таиланде. Вот тут есть девочки такие 13-летние, которые Таиланд полюбили. Нет, вот сейчас мы, например, в загородном доме живем. Это тоже у меня внутренняя потребность души была. Ну, загородная, это в Таиланде, смысл? Нет. На травке. Вот я вот каждое утро теперь встаю, и чашечка кофе на травке, босичком побегать обязательно по... О, жизнь. ...по участку. А мы это вот по утрам зажигаем. И тогда, хоть, по крайней мере, в нашем непростом городе, энергетически, да, таком непростом, находишь тот баланс вот усталости и отдыха, и очень гораздо быстрее восстанавливаешься. Угу. В чем прелесть. Вот вы, как йог, согласны? Как йог. Как йог. Хорошо, спасибо за комплимент. А как же, ну, если вы... Как человек... Вы руководитель проекта от Майога, вы же йог? Ну, если руководитель, совсем не значит, что йог, ну, хорошо, принимаю. То есть тренер, футболистом быть не обязанным. Организовываю вопрос, организовываю. Я сам не прочь походить на йогу в качестве посетителя, просто как посетитель. Когда тренер ведет, один из наших тренеров ведет, а я там участвую. Очень хорошо. А что же вы организовываете? Тренеров. Номер телефона вы видите на экране вашего телевизора, звоните, задавайте ваши вопросы, рассказывайте, где вы отдыхаете, например, всей семьей. Оксана, что там у нас? Я не знаю, многие ли со мной согласятся, но мы всей семьей уже много лет отдыхаем на Истринском водохранилище. Там очень уютно и комфортно. И главное, все это совсем ничего не стоит. Да, так вот, что касается этого звонка. Бывали на Истре? Каждое лето. Дача там. Ах, там дача. Так это не ваши родственники звонили случайно? Наши родственники, наверняка. А вот, кстати, все касается Истры, бывали мы там несколько раз, шашлычки жарили. Там очень хорошее, дикое место есть, где действительно кто-то в свое время добрый человек поставил такие лавки-сиделки, самоделочки такие в столы. То там можно развернуть тент специально, чтобы солнце не сильно. Машину можно поставить среди деревьев. Ну, вода, правда, не очень чистая, но природа хорошая. Очень хорошо, чудное место. Зато широкая гладь. То есть достаточно большое водохранилище, есть куда разогнаться в плане... А вот Таиланд, Таиланд. Вот тут рядышком, Подмосковье, ближайший Истр. Ну, а вот на самом деле, вы знаете, вот мы сейчас завели такую тему, что как бы отдых, это обязательно куда-то поехать, либо еще что-то. А вот, например, для меня отдых, это также, например, я очень люблю картинг. Вот я сажусь за руль, да, прихожу в картинг-клуб. У меня там такой вот выброс положительных эмоций, да, мне это настолько нравится, и я вот встаю, ну, помимо там синяков каких-то. За пальчики не беспокойтесь? За пальчики. За скрипачки-то вот так вот, не дай Боже. Не знаю, я вообще очень люблю быть за рулем. И для меня руль это, и автомобиль, это, наверное, такой второй любимый предмет после скрипки. Вот, и поэтому... А муж, а муж в Америке? Так. Наверное, у него очень... Вы, наверное, очень нежно рулите так, прямо под музыку. Да, под музыку под свою. Если мы уже как-то сошлись на том, что отдых, понятное дело, это и отпуск, может быть, раз-два в году, может быть, четырежды в году, как у Виолины. А если, допустим, раз-две недели, вы имеете в виду это просто выезд на природу или какие-то подвижные игры, бегать не овозьми? Если это лето, то, конечно же, это дача на Иссырском водохранилище. Конечно же. И в Туле у нас еще есть дача. Вот поедем осваивать в этом году. А вот дача это отдых? Вы там отдыхаете? В гамаках? Конечно, мы там отдыхаем. Качаетесь? Или там грядки, грядки, огороды? Прежде всего, в водохранилище. Плавание, плавание. Грядки и огороды, это так, для любителей. У нас любителей и грядок и огородов немного. Вот когда у нас были бабушки, они там каждое лето этим занимались. А мы помогали, там, где тяжелая работа надо подключить. Тяжелая работа тоже хорошо, а для мужчин. А женщины, это позагорать, это поваляться в травке, это пособирать грибочки, ягодки. Вот это вот. Я делаю каждое утро обход у меня цветочков. Я пока все цветочки не обойду, не успокоюсь. Здравствуй, Тельфанчик. Здравствуй, Василечек. Много у вас? А сейчас вот подснежнички. Да, очень много. И, знаете, цветы для меня такой заряд несут потрясающий. Я очень люблю цветы. Какой позитивный человек. Машина несет заряд. Цветы. Скрипку принесла. Да. Вот все с позитивным зарядом. Я такая заряженная, да. Позитивно заряженная. Прямо как Роберта Вадеев, который сейчас предлагает нам посмотреть его традиционную рубрику «Даты». И снова доброе утро. Мы продолжаем нашу утреннюю задушевную беседу. Как водится в этой студии, собираются интересные люди. И тема у нас всякий раз, как мне кажется, очень любопытная. Мы сегодня говорим о семейном отдыхе. Как отдыхать, где отдыхать, сколько отдыхать и за сколько отдыхать. И звонить нам можно. Можно, конечно. Да, телефон-то вы видите на экране вашего телевизора, поэтому звоните. Я думаю, что если вам есть что сказать, вы обязательно к нам попадете. А у нас следующий гость. Да что ты. Инструктор по сноубордингу Олег Степин. Доброе утро, Олег. Олег, доброе утро. Здравствуйте. Присаживайтесь, пожалуйста. Спасибо. Замечательная у вас профессия. Инструктор. Это вообще в принципе профессия или состояние души? Потому что вы можете как инструктором по сноубордингу быть, так, наверное, инструктором по лыжным гонкам. Ну, так и есть. Вы правы абсолютно. Все люди, которые занимаются околоспортивной деятельностью, они, в общем-то, получают от этого удовольствие. Так для вас это отдых или работа, честно? Это и отдых, и работа. Нельзя сказать, что я отношусь к своей деятельности как к работе, вот поскольку я бываю в местах, которые мне доставляют удовольствие. Олег, вы инструктор по сноубордингу? Да. Катаетесь круглый год? Почти. Почти. С кем? С друзьями. А с девушками? Обязательно. Самое интересное дело, по-моему, девушек учить кататься сноубордингу. Да, самые желанные клиенты в группе – это всегда девушки. Им больше всего внимания. И как они обучаемы? Ну, в основном, да. И отдыхают они после того, как вы их обучаете, сколько? Долго. Я к тому, что одна тренировка – столько сил съедает, столько нервов, энергии. Особенно с Олегом, конечно. Мы сноубординги ведь говорим, надо на полночке. Конечно, на сноубординги. Девушки достаточно терпеливые и выносливые. Опытный человек говорит. И в ее гитаре. И в ее гитаре. И на скрипке играют, кстати, долго. И меньше всего капризничают в течение дня, кстати, девушки. Серьезно? А что, мужики, такие капризные? Вот так. К вам вопрос. Чего пошли такие? Нет, они не капризные. Просто девушки еще меньше капризничают. Мы должны прерваться, потому что ноу-хаус или доверительное управление с Владимиром Вишневским. Живите сегодняшним днем, а завтра не так заживем. До завтра на доверие. Ваш Владимир Вишневский. Ноу-хау от Вишневского. Спасибо, Владимир. А мы сегодня о семейном отдыхе говорим. И как-то часто стало звучать слово дача, да, теперь? И еда. Дача и еда. Нет, вот не за границей, вот почему-то они страны разные, а дача. Потому что у нас в студии сидят очень патриотично настроенные люди. А почему при этом ты смеешься? Нет, они сами как хочется, я смеюсь. А из Москвы вообще уезжать не хочется? Не хочется. Если серьезно, то на самом деле, вот Юлиана очень точную мысль сейчас сказала, точную вещь подметила. Если еще лет 5-7 тому назад люди активно стремились уезжать из Москвы как можно дальше и как можно чаще, то сейчас чем дальше, тем больше я слышу, а все-таки в Подмосковье, а все-таки... А вы знаете, вот что странно, в последние два года что-то мы отдыхаем все чаще и чаще вообще в Москве. Ну если не про это говорить. А хорошо в Москве ведь. Какие-то кафе, какие-то всякие мероприятия, там кино. Каждую неделю что-нибудь такое интересненькое подкидывают. Не скажу, что каждую неделю мы уходим в кино, но уж раз в месяц всей семьей-то мы точно выбираемся. И даже с пятым. Бывает, что мы идем с пятым тоже. Бывает, что взрослые идут на один фильм, и в это время дети идут на другой. А пятый? Ну-ка взрослым от взрослых. Со взрослым от взрослых. Со взрослым от взрослых. Да, а что ему делать? Нельзя до восемнадцати. Конечно, приходится. Хорошо. Таиланд Таиландом, Турция Турцией. А если вот так прикинуть, например, когда девочка подрастет совсем, да, и уже будет вполне самостоятельным человеком, то вы будете ее настраивать на то, что отдыхать нужно все-таки не в одиночестве, а с близкими. Или сделаете как вы, то есть посоветуете ей как сами. Муж в Америку, жена на дачу. Нет, ну ты придираешься. Да. А я вот прицепился, потому что как это муж в Америке, а она на даче? Что это такое вообще? Нет, ну это вот раз случилось. Как доченьку-то обучать, как отдыхать? Да нет, ну безусловно, отдыхать интереснее и веселее всего в компании веселой. То есть то ли это родственники, то ли это друзья. Я, на самом деле, человек один, он может быть либо в очень грустном состоянии, то есть, ну когда его, видимо, просто ситуация такая, когда вот он может один отдыхать. А по сути, по своей, человек-то он все-таки жизнерадостный, мне так кажется. Стадный, что ли? Ну не совсем стадный, нет, я не согласна. Это термин в йоге-то? Просто термин, да, так. Это у них йога в термине. Мы кучкуемся, все, мы с друзьями все время, вот, правильно же, да? Даже в йоге, смотрите, обязательно залы надо собрать. Не, чтобы сел бы, один бы там позанимался, нет, надо было бы всем вместе. Конечно, не, чтобы тихо сам с собой. А вот легче вместе. Когда сам с собой, они годами сидят и молчат. Я просто видел одного йогу, который под землей сидел один, там, 20 лет. Один, а в толпе-то так не посиди, в толпе же поговорить хочется. Да и тем более в Москве. Тем более в Москве, где тут одиночество найдешь. А номер телефона видите на экране? Вот и звоните, давайте. Мы продолжаем наш разговор, Оксана рассказывает о тех звонках, которые попадают на автоответчик. А я думаю, что отдыхать нужно только семьей. И это давно отличительная черта нашей семьи. У меня трое детей, и все очень активные и непоседливые. Так мы и маму нашу приучили. И сами с удовольствием каждый выходной в теплое время года выезжаем на стадион и играем в подвижные игры. Я вам скажу, лучше во времяпрепровождение придумать трудно. Берите с нас пример. А я вам скажу, берите с нас пример. А вы что, тоже каждый выходной берите? Мы любим отдыхать семьей. Редко бывает, когда мы отдыхаем как-то по отдельности. И мы стремимся собрать всю семью, потому что девочке-то уже 13 лет. Тоже 13 лет. И ей все хочется. Да, тоже 13 лет. Ей все хочется. Ну вообще точно. С друзьями еще куда-то, ну что? Нет, ну я мало ли, ну как. Может быть, мы не знали ни о чем. Ну так вот. И мы только не на стадион, а вот на йогу. На йогу. Единственное, кого я еще пока не пристрастил к йоге, это жену свою. Ну куда я сейчас ей? Сейчас йога для беременных, а там семейной не получится. Ну да, ну да, ну да. Вот, а как только мы это сделаем, обязательно йогу надо будет всей. Потому что это какая-то совершенно особая обстановка, когда ты не просто развлекаешься семьей, но когда ты занимаешься. Все-таки йогой занимаются, они развлекаются. Так что когда йогой и развлекаются, получается уже гимнастика, а не йога. Это другое. А почему сейчас-то ей нельзя? Дышать ей надо хорошо. Я говорю, йога для беременных. А мы-то не беременные. Она у нас только одна беременна. Что делать? Еще, кстати, для беременных музыка хорошо. Вот особенно Моцарк. Да, классика всевозможная. Да, да. У нас такая дома система стоит. Не дай бог. И когда какая-нибудь хорошая музыка, мы всех зовем детей. А просто в парк гуляем. Да свежим воздухом дышим, да, гуляем. Вот сейчас очень часто такое. Тем более в Москве есть где погулять стало. Да. Сейчас все покрашено. Я очень люблю краску. В Тверской гуляешь так хорошо. Свежо? Свежо очень. Вот там ни разу не гуляли. А где вы гуляете? Ну давайте примеры приводите. Где у вас нет? Мы просто живем в Люблино. И там очень большие проспекты, такие широкие, деревьев нет. Поэтому ветер так гуляет, еще просто не вырослите. Кузьминки ж там рядом парк роскошный. Вот туда ездим. Знаете, я согласна, что у нас в Москве замечательно можно погулять и получить от этого удовольствие, потому что у нас очень живой город. Я недавно в Америке была, и в Нью-Йорке ходила совершенно вот этот бетон, 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 и вот ничего кроме бетона. Это же с ума можно сойти. Мне совершенно не понравилось вот это состояние. Парка сколько у нас? На Нью-Йорк издалека хорошо смотреть, да, очень красиво как бы вот. Но это созерцать можно откуда-то издалека. А вот ходить по нему, я не представляю, как можно удовольствие получить. А вот как в Коломенском, например, как в Царицыно-то, да? А нету такого в Нью-Йорке? Нету. Так зовите мужа домой уже, сколько можно там? Я не знаю, что он там делает. Я хочу семью уже объединить. Мне не нравится, когда люди разъезжаются вообще. Вот я и вас сейчас объединю. Хочешь? На кухню. Кухню. На кухню. Да с удовольствием. Мы продолжим разговаривать об отдыхе, и мы будем отдыхать на кухне. А мы пока узнаем, что у нас новенького. Смотрим концертный номер в исполнении Виолин и Данс. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова 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 Корректор А.Кулакова